Встреча комиссии со старостами сразу нескольких деревень и представителями контрольного управления была инициирована для постановки важнейшей на сегодня проблемы. Как остановить деградацию лесной зоны вблизи дорог и новостроек? Жителям окрестных деревень это особенно очевидно. В лесах много сушника и валежника, там же, как грибы, растут стихийные свалки. Общественность готова вмешаться и остановить негативные тенденции. Но как? За три года попытаемся начать решать головные боли и проблемы, которые есть у общества по направлению экологии и природопользования. Мы уже встретились с контрольным департаментом. У нас намечена встреча с админ технодзором. Мы будем не ругаться, мы будем рука об руку решать проблемы. Новый председатель комиссии сам родом из этих мест и знает здесь каждый уголок. Ему очевидно, как редеют леса, как влияет на них равнодушие и безответственность многих жителей соседних жилых кварталов. А их становится все больше. Что этому противопоставить? В первую очередь создать мощное информационное поле. Создан электронный сайт эко-мытищи.ру. Это наш телефон, электронная почта. Пожалуйста, все, кому не безразличны проблемы экологии, этот сайт знают уже не только в городском округе Мытищи, но и в Москве, и в Московской области. Расчет нового состава комиссии на привлечение молодежи, пожалуй, самая оправданная задача. В разрушительные процессы вовлечены подчас тысячи людей, но и противостоять им должно все общество. У нас созданы также оперативные вещи. Сейчас почти все молодое поколение владеет Инстаграмом, Фейсбуком, ВКонтакте. Оперативно они смогут сами выкладывать фотографии, а мы, как общественники, совместно с администрацией, с контрольными департаментами, будем выезжать, реагировать, освещать в средствах массовой информации острые проблемы и пытаться их решать. Без массовости и вовлечения активной молодежи в решение экологических проблем не обойтись. Это и тактика, и стратегия. Всей будущей работы. А о том, что конкретно предстало перед членами выездной комиссии, мы расскажем в традиционной рубрике «Экородина». Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».